Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено моему большому, 5 штучному, можно сказать, отзыву на продукты косметики Савандри, питерской косметики. Можно сказать так, бюджетная, натуральная российская косметика Савандри. Ссылку на магазин интернет я оставлю под видео и еще продублирую ссылки на каждый продукт. Вдруг вы заинтересуетесь и тоже решите приобрести. В общем, начнем. Вообще, у меня есть волшебный блокнотик от подписчицы Лены. Если кто внимательно смотрит мой канал и не пропускает ни одно видео, или пропускает, допустим, только АСМРное видео, то видел этот блокнотик, здесь я записываю мысли. Мысли, так сказать, чтобы далеко не ходить и долго не вспоминать на некоторые продукты. И вообще, мысли всякие такие. В общем, зачем-то я принесла сюда помаду от Фаберлик от Аленки, номер 4585, которая сейчас на мне. Ну, раз уж принесла, надо тоже по рекламе. Короче, сначала я скажу свое мнение вот на этот, на то, что когда-то было с шариком. Шарик для ванны с маслами и экстрактом черники. Синильга. Слушайте, так вкусно пах черникой. Короче, аромат в ванной оставался на коже слегка, еще оставался минут 20, наверное, был на коже. Я специально засекла, думаю, насколько его хватит. Кожа увлажненная, пяточки, кстати, тоже были мягкими. Но, правда, у меня сейчас такие пяточки, надо снова делать эти тазики. Потому что пока делаешь ванну, пока увлажняешь чем-то, ближайшие часов 8 они мягкие, а потом уже все, приходится заново. Короче, пятки были мягкие. Кожа была увлажненная, напитанная. Вообще не надо никаким там молочком или чем-то себя увлажнять еще больше, потому что уже и так все ништяк. Конечно, в ванной я прикольно так хорошо расслабилась. Единственное, не знаю, плюс это или минус, шарик, ну, очень быстро растворился и слегка окрасил воду между фиолетовым и не знаю каким. Конечно, надо, наверное, было заснять на камеру цвет воды после того, как я вышла из ванной. Но я вытащила фигню, которая затыкает дырку в ванной, подождала, когда вода там уйдет до середины. Короче, когда я уже вышла из ванной, вся такая в полотенчике вода уже уфинтюлила. Что у нас тут в составе? А в составе у нас тут морская соль, потом сода пищевая, лимонная кислота, кокосовое масло, пальмовое масло, оливковое масло и в самом конце экстракт черники. В этот раз экстракт, я не знаю, как выглядел, может быть, высушенная черника и мелко помолотая, такая мука черничная. Я сегодня делала муку овсяную, случайно так получилось. В общем, то ли еще как-то, вот в том, допустим, молочке от Саландри, с козье молоко, с ромашкой, там экстракт ромашки выглядел, как сушеные цветочки ромашки. Здесь я не знаю, как он выглядел, но, в общем, мне понравилась вещь, очень вкусная, можно сказать. Я, конечно, ее не пробовала, но запах очень вкусный, ароматный. В общем, классный такой шарик, но, допустим, если мне теперь есть чем сравнить, благодаря, опять же, Елене, подписчице, если, допустим, да, я помню, что кто-то тащится от маникюра, хотя тут слегка ногти у меня немножко поотломались, они не сильно ровные, но все-таки вот, тащитесь. В общем, благодаря Елене я попробовала шарики Lush, и вот они, допустим, растворяются, и еще долго так в воде какое-то ощущение шарика есть. Вот эти отрастворяются полностью, единственное, что остается, это вот слегка окрашенная вода. Если там какие-то звуки, то, по-моему, мой кот хочет разодрать в конец этот диван. А нет, он хочет разодрать маленькую коробочку, как раз вот из-под этого заказика. Сейчас надо его, наверное, все-таки как-то утихомирить. Коробочку я положила на стол, ибо сейчас бы он драл, 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 и фиг бы было слышно или меня, или коробочку, не знаю, кого больше. В общем, вторая соль, уже не шарик, а соль, обычная соль с эфирным маслом. Такую соль я покупала у нас в магазине Кадо, но она там стоит, скажем так, на 30% дороже, чем, допустим, на сайте. И 40 рублей за 100 грамм, или 60 рублей за 200, есть разница. То бишь можно, я бы тогда купила за 80 рублей 200 грамм, тут же за 60 рублей вышла 200 на сайте. В общем, соль для ванн. Вчера я ее уделала. Морская соль для ванн с эфирным маслом грейтфрута. Подарок солнцем. Вот что от нее осталось. Если вам интересно, как она выглядела, то у меня будет ссылка в видео на плейлист, в котором, в принципе, это видео будет, наверное, даже я ставлю не на плейлист, а на само это видео. Это видео обзора посылки из коробочки, которую я недавно отобрала у кота, ибо он ее отбирал. И там как раз вот эта соль в пакетике будет видно. В общем, очень вкусно пахла. Она у меня, когда лежала на столе, я долго не могла понять, ну, сам этот пакетчик, чем такие вкусы пахнут. Думаю, чем таким пахнут. Никаких конфет у меня таких нет. Потом, значит, я снесла его в ванну, перед тем, как принять эту самую ванну, и стала ванной пахнуть. Я поняла, что это пахнет именно солью. В общем, очень вкусно. Я не помню, как пахнет грейтфрут, грейтфрутовое масло эфирное. У меня вообще оно было или не было, не знаю, может быть, и было. Но очень-очень вкусно, сладко. Даже не знаю, как передать. Не цитрусово совершенно. Жалко, у меня камера на меня не туда. У меня сейчас кот как-то так вот подпрыгивает, короче. Что-то он там, видать, углядел. Ну и тут написано, что засыпать. В общем, добавьте соль в ванну в тот момент, когда у нее набирается вода. Ну, в принципе, как обычно солью делают. И принимать в ванну в течение 20-25 минут, затем принять душ. В общем, я, в принципе, так и сделала. 20 минут где-то полежала, потом просто накатилась под душем. И у меня тут где-то записано. Хотя я совсем недавно ее принимала. Да, кстати, вот она тоже крашивает воду слегка. Оно сначала красит, а потом уже, видимо, как-то это все за 20 минут растворится так, что уже вода вроде бы слегка такая оранжевая, а вроде бы уже и просто прозрачная вода. В общем, очень вкусно пахнет. В ванной потом этот аромат стоит еще довольно долго. Кожа увлажненная, ничем ее питать не надо. В общем, хорошая такая конкретная соль для ванн. В принципе, можно самим сделать. Купить обычную морскую соль, добавить какое-нибудь кефирное масло. Там как-то, может, в пропорциях, не знаю. Но, с другой стороны, если где-то можно уже готовое купить, то почему бы и нет. Считаю, что такой вариант очень даже хороший. Я вам ее советую. Можно сказать, у меня наполовину пустые баночки от Саванри. В этом месяце уже не будет пустых баночек. Не сложилось. Потом. Вот она у меня сейчас в такой крышечке. Это крышечка из подарахисовой пасты. Просто у меня нет второй мыльницы. У меня есть только одна мыльница, к сожалению. В общем, вот. Это у нас твердый шампунь. Вот коробочка от него. Саванри твердый шампунь. 212 удовольствия и основной уход. Активные компоненты масла, шика, кокос, авокадо, оливы, миндаля и жужеба. Экстракты имбиря и календулы. Что хочу сказать. Я давно хотела попробовать твердый шампунь какой-либо фирмы, в том числе и Саванри. Я его тут попробовала. Он очень экономичный. Меня кто-то спрашивал как-то, как я мою голову. Я уже показывала в каком-то видео. Но не буду показывать сейчас на себе, потому что у меня волосы сухие. Не мокрые. В общем, я просто намачиваю волосы. Как вы обычно собираетесь мыть голову. А потом уже беру сухой вот этот шампунь и по мокрым волосам несколько раз провожу намыливая. Вы знаете, очень хорошо. Такой пена объемная, хорошая. Очень хорошо промывает волосы. Промывает до скрипа. Есть два вида скрипа. Как я заметила. Когда вот промываете до скрипа и понимаете, что надо чем-то, каким-то бальзамом, кондиционером, еще чем-нибудь там волосы удобрить. А потом уже смывать. А есть вариант, когда промываете до скрипа и понимаете, что они настолько чистые, что уже ничего не надо. А просто вот смыл, вытер волосы и сиди, жди, когда они уже окончательно высохнут. Они пышные. Они не спутываются. Они хорошо промываются. Даже получилось так, что мне надо было рано утром в одно место бежать. А собраться было всего ничего 20 минут. В общем, голову я тупо не успела помыть. Но она у меня была чистая, свежая и хорошая. И вот где-то на 2-3 дня мне еще этих пышных волос вполне хватило. При том, что я стабильно уже очень давно мою волосы раз в сутки. Иногда, получается, два раза в сутки. Бывает так. На какие-то там я шампуни говорила свое мнение. Кататься на эту натуру сиберику, чтоб ели. Ну и в общем, если у вас, допустим, жирные волосы. Я так понимаю, что он, по-моему, для всех типов волосов. Этот шампунь, если у вас жирные волосы, и вы, допустим, моете голову раз в 2 дня, то этот шампунь вообще очень подойдет. Если у вас волосы такие же, как у меня, жирные, тонкие, и вы их моете раз в сутки. И я думаю, что можно было, в принципе, там они, может, не настолько пышные были, как в первый день после мытья, но можно было, допустим, их как-нибудь уложить. Мне тупо некогда было даже укладывать. Не то, что там вот что-то, вот, оделся, умылся, душик и поскакал. То я думаю, они бы даже на второй день были в нормальном состоянии до конца дня. В общем, до вечера. В общем, очень классный шампунь. Стоит это, счастье, 310 рублей. Если на сайте, у нас в Угличском магазине, по-моему, около 400 рублей, если не путаю. Потом у меня такое ощущение, что у нас в Угличе слегка меньше этот кусочек мыло. Тут 90 грамм. Я считаю, что это очень хорошая вещь, потому что он очень экономичный. Мне кажется, он даже ни хрена не изменился. Вот как был, так и остался. Вот я его пользовала больше недели, ну, может, раз 8 я ему мыла голову. То бишь, 8 дней, где-то так. Может, 9 дней. Что я не помню, по-моему, я в субботу получила тогда посылку. И вот суббота уже прошла. И сегодня у нас торник. Так. Может, даже дней 10 я ему мыла голову. Я считаю, что это, в принципе, приличный срок для того, чтобы протестировать шампунь. Понять, нравится он, не нравится, подходит или нет. В общем, я в таком диком восторге от него. Я когда выбирала, там вообще чисто для жирных волос вот этого твердого шампуня не было. Я выбрала просто уже вот такой, вроде как, и по отзывам почитала, и по описанию, основной уход. Но я подумала, что если подойдет, так подойдет. Но не подойдет, ну, будет как просто мыло. Как просто мыло, но не будет, оно будет шампунем. В общем, очень классная вещь. И я вам, конечно, очень его советую. Вот. Ну да, и оно очень классно пахнет. То, что там имбирь, я вот его совершенно не чувствую, если честно. Но очень вкусно чем-то таким, я даже не знаю чем, но очень так нежно и вкусно. В общем, и последние две вещи у меня. Кто больше закончился? Точнее, кто больше истратился? Саванри, Саванри. Вообще, я тут как-то глянула от, в чей-то, чисто забила на ютубе это Саванри. И поняла, что не только моя соседка, бывшая по магазину, говорила Саванри. Ну и кто-то на ютубе тоже говорил, что Саванри. А я его Саванри зову. В общем, не знаю, как правильно, как нет. Ну и да, не все эти продукты живут год жизни. И они все довольно свежие. В общем, вот этот у меня сделан 9 января, этот 16 вообще в день, когда я делала заказ. Здесь у меня на шарике тоже 16. Здесь где-то у меня была наклейка, но, видимо, я ее уже отсобачила куда-то. Ну, в общем, они все были самые поздние, вот 9 января, самое раннее, это 16 января. Где-то 15, 16, 13 января вот в этих числах были сделаны продукты. В общем, начну пожаловать с этого молочка. Молочко, можно сказать, два в одном, я считаю. Потому что оно и для лица, и для тела. Я его использовала первые несколько дней, исключительно утром и вечером, на пятки. После душа или ванны на лицо. Вечером вместо ночного крема, хотя ночными кремами вообще, в принципе, не пользуюсь. Но чисто вот так. У меня, помню, было Бельмамы ночной крем, я его пользовала так вообще, когда приспичит. И в течение дня тоже. В общем, утром тоже вместо крема, даже вместо тоника я его пользовала после умывания мылом. Саванривским. Саванривским. Мылом от Саварии, скажем так. Обзор уже был на него. И, значит, пользовала вместо крема для рук. Пользовала как молочко для тела. Оно очень экономичное на самом деле. И вот. Вот такое вот, ну, не жиденькое, средней нейроконсистенции. Оно тут капает. Белое. Приятно, очень приятно пахнет. Это действительно каким-то, вот она у нас называется, индонезийский секрет. Индокитайский, пардон, секрет. И основные компоненты у нас. Экстракт зеленого чая, масла сладкого миндаля, абрикосовая, авокадо, виноградных косточек, кунжута, макадамии, персиковая, зародыши пшеницы, оливковая, примулы и жужеба. Конечно, в составе есть какие-то спорные составляющие, но большая часть все-таки, наверное, скажем так, 4,5 или 5,6 даже, именно от натуральных продуктов, натуральных компонентов, вот этих масел или экстрактов. Он хорошо увлажняет, он быстро впитывается, никакого липкого ощущения нет. В общем, вот можно взять телефон, и он у вас вдруг не выпадет. Если, допустим, какими-то другими продуктами других фирм, если сравнивать. Как я уже говорила, очень экономично и офигительно просто пахнет. Каким-то цветочным чаем, может быть, связанным цветочным чаем. Кстати, вот я тут аниме смотрела одно, по сюжету, напоминающее эпоху Сингопу, и там был связанный чай, даже выглядел так вот, как связанный чай. Назывался, я не вспомню как, но в чашке его заваривали, по цветочку в чашку. У меня сейчас, по-моему, нету связанного чая, к сожалению, поэтому продемонстрировать, наверное, не смогу. Но, может быть, я даже снимала какие-то видеократкие, какие-то коротенькие самые видео в самом начале, когда я YouTube использовала как архив. Там есть какое-то видео, варю чай на свечке, по-моему. В общем, сравнение вот с таким вот каким-то цветочным, таким элитным чаем. Очень классная вещь, и я вам советую ее. Даже вот просто, если кто любит там два в одном, для лица и тела, да, вот после душа, с одним я гелем фрошевским тестировала просто, я знаю, что он мне сушит кожу, и вот очень классно убирает недостаток этой влаги, напитывает кожу. Очень хорошая вещь, я не помню он сколько стоил, но я оставлю ссылку под видео, и если вам интересно, вы можете туда зайти и заказать себе. И смотрите, вот я чуть больше, чем за неделю, ну за 10 дней, грубо говоря, потратила вот всего лишь столько, а тут 100 миллилитров. Действительно, ему на прилично хватит. Ну и последняя вещь, которую я решила сейчас восхвалить. У меня такой же, можно сказать, серии была от Саван Рим. Это то самое молочко и флоран. Самое интересное, что на молочке была вот эта вот такая, как бы, визиточка, и там написано было через фе и флоран. Здесь же через ве и флоран, на сайте, кстати, тоже через ве, но может быть опечатка, очепятка. Активные компоненты, комплекс из 11 растительных масел, или экстракт ромашки. Масло косметическое. Вот тоже очень, кстати, удобный дозатор, что здесь, что здесь. Руки хоть у меня уже увлажнены, но покажу. Такое вот, таким же цветом, как во флакончике. Оно у меня поехало, поехало. Оно мне очень помогло. Я уже говорила, наверное, не первый раз, что у меня где-то вот в это время года кожа на руках очень сухая. Шелушится иногда даже до крови. Оно мне, конечно, не настолько вот увлажняет, чтобы все один раз намазала, проблема решилась. Но после столкновения с водой, там, пришла с улицы или еще как-то, в течение дня периодически увлажняла кожу. Но, скажем так, вот здесь она слегка у меня остается еще, как бы сказать так, шершавой, наверное, даже. Но она уже не слоится там кусочками, не трескается, никакой вот там крови нету или еще чего-то. В общем, в принципе, оно вот, я думаю, что если подольше им пользоваться, то оно вообще решит эту проблему. Но заживляет маленькие ранки, оставленные некоторым животным. Заживляет ранки, которые я умею делать, находить пятый угол в круглой комнате. Оно, кстати, хорошо с ногтями, если на них нет лака, сочетается, они потом блестят, вот если даже повтирать в ногти. Я его пользовала тоже как место крема для ног. Хорошо, кстати, увлажняет, даже, наверное, не знаю, может быть, даже лучше, чем вот это молочко. Потом, чисто вот для тела, вот если вечером после ванны, допустим, или душа применять его, то оно очень хорошо. Оно, во-первых, очень быстро впитывается. Так же, как молочко с маслом даже так. Ну, молочко быстро впитывается. Масло, пока, допустим, я мажу вот эту руку, а это уже намазанная, она уже впиталась. Пока я мажу одну часть тела, то вторая часть тела уже впиталась, увлажненная, напитанная, мягкая и, можно сказать, пушистая. Я его применяла тоже как масло для лица, ну, просто вместо крема тоже очень хорошо. Но вот если утром вы куда-то торопитесь, или просто собираетесь, и просто чисто мое мнение, не знаю, может, у кого-то по-другому будет. У меня ощущение супер увлажненности, какой-то даже маслянистой увлажненности, на самом деле, просто одно очень мягкое увлажненное было, но чувствовалось. Именно ниже колена на ногах, вот когда я нанесла его на тело, все у меня впиталось, и вот очень-очень долго впитывалось от колена до стопы. И вот в этом, наверное, его минус. Поэтому, если вы не любите такое сильно маслянистое, если у вас, ну, или вы, наоборот, чувствуете, что вот оно такое маслянистое, и вот чувствую, там, масло, это масло, то лучше его применять все-таки перед сном, или тогда, когда вы никуда не идете, не торопитесь и так далее. В общем, очень хорошо оно увлажняет. Вообще, тут было написано, что его можно применять для волос в виде маски, я не пробовала. Именно как в виде маски, я его пробовала именно как после душа или ванны, или после умывания, или просто увлажнить руки. И еще, что у нас тут? Закрой-ка я его. Все можно использовать как массажное масло, масло после душа, ванны, сауны, в качестве увлажняющего средства после загара. И, что у нас тут? Да, вот как раз для маски, для волос. И в составе у нас тут реально вот одни конкретные масла. Я даже их все-таки вам перечислю. Я думаю, что, в принципе, если есть масло под рукой, то можно самим, наверное, сделать. Тут у нас 100 мл. И это у нас масло сладкого миндаля, потом масло абрикосовой косточки, масло авокадо, масло виноградных косточек, масло кунжутное, масло макадамии, масло перстиковое, масло зародышей пшеницы, оливковое масло, масло примулы, масло жажоба и экстракт ромашки в самом конце. Тоже не знаю, что именно там, в каком виде этот экстракт был, но да, и оно приятно, в принципе, пахнет. Ну, учитывая, сколько там всяких масел. В общем, очень классная вещь. Я думаю, что у меня, в принципе, как бы два или три флакона еще разных фирм есть, увлажнялок для тела, но вот как-то, если было с чем выбирать, то я бы, наверное, выбрала вот это вот, а все остальное кому-нибудь поддала, скажем так. Вот как-то вот так. И, да, вот я считаю, что, допустим, если раньше у меня было там в приоритете ифрошей Гринмама, то вот сейчас на первое место я бы поставила саванри, на второе там где-нибудь, не знаю, какую бы фирму, на третьем бы разместила ифрошей, и на четвертое, или пятое отправила Гринмаму. В общем, вот такие дела. Если вы досмотрели до конца и зарядились позитивом, и хотите что-то для себя заказать, то я очень рада. Всем спасибо за просмотр, и пока! Субтитры подогнал «Симон»!